Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. За последнее время, как всегда, в московской практике накопилось несколько конфликтных ситуаций вокруг архитектурного наследия столицы. Однако отрадным явлением можно назвать то, что появились и примеры их конструктивного разрешения. Болевые точки московской архитектуры мы сегодня обсудим с вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко и членом Президентского совета по культуре Константином Михайловым. Константин, какие вы знаете примеры позитивного решения вроде бы неразрешимых проблем? Последний пример, который буквально вчера родился на свет, он как раз убеждает в том, что неразрешимых проблем нет. Я имею в виду историю с концепцией развития Государственного музея Мини Пушкина на Волхомке. Этот проект существует уже в разных вариациях, начиная от Фостера и продолжая последующими итерациями уже лет 8, я помню его обсуждение. И вот одно время казалось, что действительно приняты решения невообразимые, но отступать некуда и никто, вернее, отступать не будет, потому что уже принято постановление правительства, это же на таком уровне решалось, выделены деньги, прописано строительство по тем или иным адресам. Но тем не менее, то, что удалось остановить его реализацию, удалось запустить по новой, новое общественное и экспертное обсуждение этого проекта. Его, напомню, еще в конце 2011 года инициировал Владимир Владимирович Путин, который был тогда премьер-министром. И после этого процесс начался по новой, в нем приняли участие многие эксперты и удалось отказаться от этой изначально порочной концепции, которая просто убила бы эти вот несколько заповедных доселе кварталов Белого города. И вот тот проект, который был признан вчера на конкурсе победителем, проект Берон Меганом, не могу сказать, что я вот готов его поддержать на 100%, там есть еще над чем работать, и там, слава богу, эту возможность проектировщики оставляют для того, чтобы исторический вид Волхонки можно было бы восстановить, и те объекты нового строительства, которые там появятся, не выглядели бы диссонирующими объектами среди памятников и исторической среды. Но то, что это значительный прогресс в истории этого проекта, это для меня абсолютно безусловно, хотя бы уже потому, что он исходит, этот проект, из лозунга «никакого сноса исторической застройки». То есть ни одного из подлинных исторических зданий, которые там сейчас находятся в этих кварталах, ни одно из них больше к сносу не предлагается. Как это нам навязывали в течение нескольких лет и убеждали, что без этого музей чуть ли не умрет и не сможет развиваться, и вот надо снести вот это и вот то, и построить вот это и вот то. И вот после того, как за дело взялся архитектор-профессионал, умеющий работать в историческом контексте, в исторической среде, после того, как прошло несколько туров общественного обсуждения, поработала рабочая группа Федерального научно-методического совета, Министерство культуры дало свои рекомендации, выяснилось, что можно вот и цели развития заявленные их достичь, и у музея появятся и фонды хранилища, и выставочные залы, аудитория для публичных мероприятий, и спасти, и сохранить, и восстановить историческую следу вот этих кварталов. Это меня только убеждает в необходимости вот такие же обсуждения проводить по всем другим больным вопросам, которые, так сказать, сейчас существуют. О которых мы, да, еще поговорим впереди. Не актуально, но вот можно себя, я думаю, себя и всех граждан поздравить, что вот, по крайней мере, на Волхонке вот есть этот прогресс, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, этот домоклов меча вот этих вот стеклянных параллелепипедов больше не нависает над этим куском Белого города. Это большое достижение, я думаю, всех, всего сообщества профессионального, которое над этим работало. Научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин рассказал о том, как проходил конкурс на разработку новой концепции Пушкинского музея. Это был конкурс на архитектурную концепцию вот обширного московского квартала вокруг всем хорошо известного здания Государственного музея изобразительных изящных искусств имени Пушкина. Конкурс был, насколько я понимаю, закрытый по приглашению. Приглашения были даны трём чрезвычайно уважаемым архитектурным мастерским, возглавляемым, соответственно, архитектором Григорианом, Спуратовым и Плоткиным. Я в этом конкурсе выполнял свою обычную роль. Я был экспертом по транспорту, по решению транспортных задач, которые в любом таком концептуальном проекте всегда стоят. Мне пришли три проекта. Один, два, три, без указания фамилий. Конечно, я одной с мягким телефоном в трубке мог немедленно установить, кто чей, но я решил сыграть в абсолютно честную игру, в закрытую. Там, более того, там несложным образом скрывались эти колонки, только были написаны мастерские. Но я специально не стал это делать. Я тут со своими молодыми сотрудниками просто внимательно просмотрел все три проекта. Мы поставили сильное преимущество проекту Григориана. Это называется Меганом, ее мастерская. Потому что он по некоторым позициям нам, мне и моим молодым ученикам очень понравился. Но остальные проекты мы со своих узкотранспортных позиций тоже оценили вполне позитивно. То есть там никаких явных нелепостей, которые не было ни в одном из трех проектов. Вопрос с Алексеем Клименко. Какие вы видите преимущества от подобного разрешения конфликтных ситуаций? Ну, я тоже очень рад этому конкурсу и его результатам. И абсолютно присоединяюсь к тому, что здесь было сказано. Более того, я считаю, коллектив, возглавляемый Юрием Григорианом, ну, лидером среди вот в архитектурном сообществе не только Москвы, но и в России. Поэтому я разделяю то, что Константин сказал относительно вот позиции, никакого сноса исторической застройки. И я уже давно от самого Григориана знаю кредо этого коллектива. Если в заказе предполагается снос чего-то исторического, они отказываются от выполнения такого заказа. И это было сказано давно. И это совершенно удивительно на том фоне в архитектурной практике, когда каждый заказ на вес золота. Тем не менее, это коллектив исключительно цивилизованных архитекторов. И все, кто там работает, ну, это люди очень высокой культуры. И то, что вот был такой конкурс. Ну, в общем, я считаю, что это действительно огромное достижение. Ну, я был бы совсем счастлив, если бы хоть в одном из этих проектов предусматривалось для депозитария, для развития подземная часть Храма Христа Спасителя, вот этого муляжа ужасного. Ну, известно, что под ним гигантские подземные пространства. Ну, я понимаю, что это абсолютная маниловщина, но если бы ради развития культуры раз уж такой уровень была и эта тема, ну, как-то намечена, затронутся как мечта, я был бы просто счастлив. К сожалению, это не так. Михаил Блинкин привел примеры преимуществ, которые он увидел в концепции Григоряна. Что сделал Григоря? Они воспользовались тем, что Волхонка имеет по протяженности от знаменки до бульвара неравную ширину проезжей части, и они там, где проезжая часть широкая, это примерно, ну, вот, против Храма Христа Спасителя, да? Вот. Они ее сузили, и там сделали великолепный пешеходный бульвар. С точки зрения пропускной способности вообще ничего не меняется. То, что пропускная способность определяется узким местом, а узкое место там, где вот Волхонка со знаменками пересекается. А вот там это просто не нужно, проезжая часть. Вот они сделали шикарный пешеходный бульвар. И, во-первых, это как образ, красиво, да? А во-вторых, это с точки зрения вот обеспечения мобильности, вот это как раз то, что не нужно. Вот люди так пешком, это красиво. Вот, значит, а вторая вещь, вторая вещь, это был проект, где был детальный, технический, с привлечением профессионального транспортного консультанта просчитана грузовая логистика. Там в чем песня? Во всем мире экспонаты музея возят на так называемых еврофорах, это 45-футовый или 13,6 метра, или это седельный тягач, на котором стоит 40-футовый контейнер от 12 метров. Вот эта бандура, вульгарно говоря, должна подойти к подходящему причалу, чтобы ее удобно было разгрузить. При этом эта бандура не должна, в общем-то, совершить костояночную аварию, там же все очень ценная застройка. Вот в проекте Григоряна аккуратнейшим образом было просчитано, как в этих узеньких переулках вокруг Пушкинского музея эта еврофора будет разгружаться. Вот эта аккуратность, когда человек от высоких образов, у них всех с высоким образом все в порядке, спускается до таких технических деталей, мне всегда очень нравится серьезное отношение к делу. Вот два эти элемента выделили этот проект очень здорово. Ну, может быть, я еще о третьем хочу сказать. Вот в Москве есть советский времен, а сейчас только увеличился последние 20 лет, какая-то странная, противоречия всему мировому опыту тенденция загона пешехода под землю. Ну как, вот здесь автомобили должны ездить, подземный переход выроют. Ну не роют в мире подземных переходов. Вот мастерской Григоряна об этом знали. Константин, а как вам тоже перепрофилируются те здания, которые там рядом есть, институт философии, а напротив был дом науки и техники, как раз, который хотели когда-то отдать Пушкинскому музею, а сейчас в нем музей Ильи Глазунова. Ну это Ресин, это Ресин главный любимец, любитель этого самого Глазунова и всей этой Глазуновщины. Именно Ресин подарил дом культуры, извини, пожалуйста, дом культуры строителей, взял и подарил Глазунову. Так же, как и с Хутемасом на Мясницкой. Ну, что делать? У наших начальников культура такова, что именно Глазуновщина их устраивает. Удовлетворяет, извини, пожалуйста. Ничего себе, знаете, там если начать вспоминать все упущенные возможности, то это можно целый вечер проговорить, там ведь можно было вполне себе сделать так, что никакого вообще строительства не нужно было. Да, если вспомнить об этом, о крестном кусте усадеб, там рядом усадьба Румянцева, которую можно было тоже, так сказать, прибавить к этому музейному кусту, приспособить под использование больших достаточно площадей. Она была в государственной собственности до определенного момента. выпала из возможного набора вариантов. Да, был вариант с выкупом здания бизнес-центра, которое там успели в 90-е годы всадить по соседству. Были варианты, естественно, с развитием музея через Волхонку. Да, там тоже были возможности под застройку, это не стали использовать. Так что, наверное, надо говорить о том, что существует. Значит, во-первых, ну что перепрофилирование? Если Институт философии согласился выехать, насколько я знаю, это так, ну и это здание, оно попадает в музейный комплекс, ну и слава Богу, наверное, что оно будет в составе музейного комплекса, а не никаким-то другому использованию подвергся. Другое дело, там существуют проекты, я знаю, они обсуждаются замены надстройки поздней советского времени на что-то такое тоже стеклянно-пролепипедное, такие проекты всерьез обсуждаются. Я надеюсь, все-таки, что до этого не дойдет, и мнение экспертов, которые сейчас их разбирают, оно будет единодушным. Что еще важно, то я могу пояснить то, что я говорил, что как можно было бы еще развить вот эти идеи Григоряна, там ведь историческая застройка по линии Волхонки, вот на этих участках 14-16 по красной линии, там, где были флигели усадеб Голицына и Румянцев, она уничтожена в советские годы, эти флигели снесены. Вот сейчас в процессе развития комплекса можно было бы подумать о воссоздании реставрационного на этих флигелей, что вполне будет в духе законодательства и в рамках его, и тогда они послужат, так сказать, таким, вот к ним можно будет уже пристроить этот планируемый там выставочный павильон из некапитальных конструкций, и мы получим, не только музей получит значительное превращение своих площадей, а еще и вернется исторический облик этого отрезка Волхонки, и ее красные линии, вот там, где вот пешеходный бульвар, он как раз может пролегать вдоль восстановления, вдоль флигелей, которые можно восстановить, собственно, даже было в техническом задании музея, но Григоряна этого не стал делать, потому что он не реставратор, он не рассматривает вопросы реставрационных воссозданий, он показал то, что он может предложить как градостроитель, как генеральный, скажем так, проектировщик территории. Если к этому еще добавить работу реставраторов, которые могли бы вернуть утраченные фрагменты этих усадеб, то получилось бы, ну, почти бы, что-то близкое к идеальному, наверное. Я надеюсь, что, может быть, эту идею удастся обсудить дальше, и, по крайней мере, мы с музеем будем ее дальше обсуждать. Да, вот это пример такого профессионального подхода к вопросу. А как вам идея решить судьбу Шуховской башни и смс-голосованием? Ну... Там не совсем смс все-таки было там для верности, да? Да. Там сначала предлагали голосовать через смартфоны, загрузив туда какое-то приложение, потом запустили на следующий день некий сайт, где можно оставлять, ну, так, для точности. Ну, с Шуховской башней история позорная, история, которая вскрывает перед всем миром подлинное отношение нашего, так называемой, в общем, власти, государства к настоящим ценностям культуры. Ну, это все равно, вся эта история безобразная, это все равно, как, ну, если бы какой-нибудь идиот покусился на Эйфелеву башню. Ну, вот так, потому что по масштабу Шухов гений и его башня заслуживает тех же характеристик, эпитетов, и то, что в течение большого количества лет министерства, как это, радио и чего-то такое, которое... Минсвязи. Ну, чего-то вроде там, Минсвязи, вот это дело не даже, не было даже профилактики, то есть просто-напросто эта железная гениальная конструкция ржавела в нашем ужасной, в нашей атмосфере, и ничего, никто не заикается об ответственности, ну, прямая ответственность этих самых министров, вот тех, которые этим владели и довели башню до, ну, ее с нынешнего состояния. А уж разговоры о том, что они готовят там документы, там их вот аргументы, мол, она упадет, там нас заденет, так, ребята, вы бы там коммерческий центр огромный не строили прямо рядом с башней, вы бы вообще позаботились, прочитали бы охранно-арендные обязательства, если у вас вы пользуете памятник, так вы обязаны за ним следить и его приводить в порядок, какого черта несколько десятилетий вы пользовались памятником и довели его до такого состояния? Никаких разговоров, они неприкасаемые, ну, потому что свои ребята, ну, как свои чиновники, разве их можно вообще даже ставить вопрос не только о штрафе, просто об ответственности уголовной за абсолютно преступное отношение, к объекту культурного наследия. Поэтому то, что, слава богу, архнадзор, общественность, бесконечные силы общественности включились, ну, это, конечно, замечательно, но вся эта история показывает подлинное отношение этой самой нашей властной вертикали, властной всей пирамиды, структуры к ценностям культуры. То, что по всей стране вообще гибнут памятники десятками на северах, в Сибири, где угодно, только вот на самых, на магистралях они там муляжи делают в виде храмов. Ну, это вот та самая культурная политика. Сейчас говорят, культурная политика, сейчас будут обсуждать, все очень важно, а на самом деле, вот, Шуховская башня показывает вот эту самую голую задницу этой замечательной власти, этого министерства культуры, которая, ну, и, соответственно, там, охраны памятников. в Сибири. Статино. Можно добавить немножко, да, у меня какая-то такая малосвойственная мне роль оптимиста сегодня, как-то так складывается. Я бы хотел сказать, что вот здесь все-таки очень важно, да, что нам вертикаль власти, конечно, представляется вертикалью, вот такой, но, тем не менее, там нет и не было единого мнения. Вот согласие министерства культуры на демонтаж и перенос башни инициаторам этого процесса получить не удалось, дважды пытались поставить, уже положить на стол, что называется проект постановления правительства о демонтаже и переносе. Провели общественное и публичное слушание, где не было ни одного голоса за эту операцию. Тем не менее, я видел, там вот, это вывешено в интернете, пишется, что результаты слушания учтены, приняты к сведению, снова, значит, предлагаем демонтаж и перенос. Правительство не выпустило такого постановления. Слава Богу. Пока. Пока. А завтра может выпустить. то есть явно, ну это очевидно, вернее, что там есть какое-то очень мощнейшее лоббистское давление в сторону этого переноса. Пока его удается удерживать совместными усилиями общественности, министерства культуры. Вот почему так настороженно мы отнеслись вот к этой идее интернет-голосования? Конечно, на самом деле выяснение общественного мнения по любому поводу я могу только приветствовать. Но когда заявляется, что на основе этого, с учетом результатов этого голосования Департамент культурного наследия будет принимать решение, а так это было изначально предподнесено, это сразу настораживает. Потому что мы знаем, как эти интернет-голосования делались. Мы помним, как несколько лет назад мэрия организовала интернет-голосование на тему, что делать с центром Москвы, подвергать его реконструкции, или все сохранять и реставрации. И потом это голосование пошло так весело, что мэрия вынуждена была сама дезвуировать его результаты, объяснив это какими-то происками хакеров. Поэтому принимать столь ответственные решения в отношении столь известных, всемирно известных объектов на основании голосования на каком-то сайте или голосования обладателей смартфонов, ну это как-то чересчур легкомысленно. Вот, слава богу, на сегодня позиция эта уже изменилась. Александр Владимирович Кимовский заявил публично, что решение будет приниматься государственными органами на основе законодательства. Ну, слава богу, если они с этой позиции не сойдут. Я, кстати, замечу, что вот эти механизмы демократии обычно включаются, в кавычках демократии, в каких-то затруднительных ситуациях. Вот, я ни разу не помню, вернее, не помню, что кто-либо пытался посоветоваться, например, с москвичами по другим вопросам, связанным с наследием. Никто не проводил опроса, а можно ли откусить одну треть кругового депо, чтобы проложить новый путь для электричек. Никто не проводил опроса, а можно ли реконструировать дом Волконских на воздвиженке, как вы к этому относитесь. Нет, все прекрасно, тихо, без всяких голосований, выписываются разрешения, подписываются нужные экспертизы, экскаваторы пускаются в ход и дело делается. А тут вдруг, да, вот это, кстати, часто это в разных регионах периодически случается. То, я помню, как пытались снести кинотеатр конструктивистский в Орле, и этому мешал его статус памятников, там администрация объявила голосование чуть ли не все городское, сносить его или нет. Помню, в городе Никольске Вологодской области приходили к нам такие обращения в общественную палату, что объявили интернет-голосование на тему реставрировать городской главный собор Светинский или снести его собор 18 века, поскольку в городе и в Епархии не находилось средств на его восстановление. То есть, вот по практике очень часто вот эти механизмы опускаются в ход, когда нет законного способа избавиться от чего-то ненужного, и вдруг давайте мы попытаемся... Поэтому мы так насторожились. Но если уже эти слова о том, что мы будем действовать на основании опроса берутся назад, то и слава богу, что называется. Посмотрим, как оно дальше пойдет. драматическая история и позорная история связанная с Шуховской башней это следствие отношения всего властного института к объектам, благодаря которым Россию знают в мире, к авангарду, к русскому художественному авангарду. Ну, гении в России появляются и Шухов, как и Сикорский, как и... Ну, и так далее. Вот, один из таких гений и вот так только потому, что какому-то деятелю из этих мира Минсвязи или откуда-то шлия под хвост попало, ему захотелось на ВДНХ освободить себе площадку, чтобы эта башня была в качестве аттракциона на ВДНХ. Но это просто позорнейшая история. Это следствие того, что у нас население к сожалению о русском художественном авангарде, о его достижениях, о конструктивизме знают очень мало, к сожалению. Ну, разве что телеканал культуры рассказывает иногда, показывает замечательные передачи по этому поводу. Напомню, что были вы и точки московской архитектуры, обсуждаем с Алексеем Клименко и Константином Михайловым. Давайте посмотрим фотоподборку вот таких спорных и запущенных участков, где пострадали памятники архитектуры. Пожалуйста, дайте нам фото и видео. Вот что это? По-моему, это Харитоневский перевод. Если не ошибаюсь, дом в Большом Харитоневском, 19. Это дом Быкова, многострадальный на Второй Березкой. Это официально называется реставрация с приспособлением к современному использованию. Реставрация экскаватором. Это Харитоневский? Это опять Харитоневский другого вида. Реставрация? Это понятно. Здесь бульдозер еще рано показывался. Но ковш очень хорош. Ну да. Очень, да. Это ваш пикет. Это одна из публичных акций, которых много было, несколько тысяч подписей было на улицах Москвы собранные. Да вот расскажите про Харитоневский. Что там за объект с Исуповыми связанными? Харитоневский, если я не ошибаюсь, это выявленный объект культурного наследия. То есть здание, обладающее статусом. И там идут работы не согласованные с департаментом культурного наследия. Вот здание, я так, ну пока не видно, чтобы его сносили, но видно, что оно выпотрошено изнутри. То есть там происходит его реконструкция, что, конечно, не может происходить такими партизанскими методами. В течение двух недель наши активисты, значит, бомбардируют обращениями Мосгорнаследия, УАТИ, все прочие городские инстанции. По состоянию, ну вчера вроде бы удалось остановить. Ведь проблема еще в чем? Что не существует никаких сил быстрого реагирования. Вот урон историческому зданию можно нанести за несколько часов, причем иногда необратимы. Иногда его можно просто смахнуть. Или поджечь. Как-то обычно происходит. Вот начинаются какие-то работы, их замечают, обращаются, обращаемся в Мосгорнаследие, а тут приходит инспекция, видит нарушения, фиксирует их, выписывает предписание об установке работ, уходит. То же самое происходит по линии УАТИ, после их ухода работ возобновляются. Значит, следующий тур. Каждый раз от дома предположим отгрызается еще кусок. Нет ничего похожего на охранную полицию, которая могла бы прийти и сказать все, ребята, мы опечатываем стройку, раз здесь нарушен закон, мы увозим вашу технику, мы забираем вашего предводителя, значит, и только попробуйте еще здесь к чему-нибудь притронуться, если есть официальная бумага. Вот сколько уже таких случаев было, я уже, там, десятки, наверное, да, и по той же воздвиженке это было полицию, приходится к этому делу привлекать, как единственную силу но полицейские, они, в общем-то, иногда справедливо говорят, там, ну, ребята, мы все-таки не по этой части, мы в вопросах архитектуры и градостроительства некомпетентны настолько, чтобы вот сходу разобраться, вы, пожалуйста, обращайтесь вот в профильные органы, да, а профильные органы, они, вот, они, у них, к сожалению, нет силовых подразделений, если бы у Мосгорнаследия был какой-нибудь батальон быстрого реагирования, да, было бы спокойнее, после принятия поправок к административному кодексу в августе прошлого года, в котором Мосгорнаследию было дано право проводить административное расследование, и даны права в случае нарушений не только накладывать какие-то штрафы, но даже арестовывать технику, так, по крайней мере, Александр Ванюшкибовский несколько раз объявлял, я все ждал, когда же это случится, вот, хоть раз, что придет Мосгорнаследие во всей красе своих новых полномочий и произведет показательные аресты и опечатывания. Пока что этого не произошло, хотя, я думаю, одного случая было бы достаточно для того, чтобы, так сказать, создать прецедент для всех прочих людей, производящих несанкционированные работы. Я когда-то много лет назад пытался спасти дом Трубецких, пушкинский объект, деревянный дом, замечательный, там, где парк имени Мандельштама, на Фрунзенской. На Фрунзенской, да. Так вот, от разграбления, там были потрясающего качества интерьеры, паркеты, там, лепнина из росы и так далее. И я в отчаянии побежал в ближайшее отделение милиции. Мне сказали, да ты что, с ума сошел? У нас тут убивают, и вообще не хватает никого. Ну вот иди к нам, будешь охранять свой этот дом грязный, там, ломанный. Можно понять, в конце концов. Было такое, да. А удостоверение общественного инспектора, которое было когда-то, много лет назад у меня, общественная инспекция была, сейчас этого нет. И, по-моему, только разговоры были на эту тему. То есть, вот эти ребята, энтузиасты из артнадзора, они просто, ну, как бы наваливаются количеством и энтузиазмом, но у них нет ни одной бумажки. И поэтому их очень легко, естественно, послать куда подальше. Не очень легко, но это непорядок, согласитесь, когда вот просто люди, да, вынуждены сутками дежурить на объектах, чтобы, не дай бог, и отстаивая, значит, государственную же бумагу. Вот есть предписание об остановке работы, и с этой бумагой на объектах дежурят представители общественности, а не представители государства. Вот это ненормально. То, что есть артнадзор, то, что он так активно работает, то, что он вот мониторит, это замечательно, огромная заслуга организаторов его. Это очень нужное дело. Ну, а там, где его нет, в тех местностях, городах, и все равно, вот не удалось добиться самого элементарного, чтобы была картоночка или там пластик, где был написан общественный инспектор, телефон такой-то там, вот охраны памятников. И поэтому очень трудно защищать наследие. Ах, в Харитоневском единственный объект, связанный с юностью Пушкина. Он писал у Харитония в переулке. Ну, вот и этот дом каменный сохранился. Именно здесь Пушкин, маленький Пушкин жил. Это единственный объект, который существует в Москве, связанный вот с юностью Пушкина. Стихотворение Вельможи, по-моему, про эти места. Да, и часто я кратко убегал в великолепный мрак Чужого сада. Юсуповский, где институт Генгольд. Ну вот, уж... И это опять-таки, ну, большой Харитоневский, ну, абсолютно драгоценная структура. Два объекта 17 века. Палаты знаменитые там Юсуповых и палаты Сухого Кобылина рядом, здесь. И в этом переулке устраивать это безобразие, ну, это... Это просто вот... Ну, я говорю, вот форточку голову задницу высунуть этой самой замечательной системе охраны памятников и власти. Михаил Блинкин при этом считает, что атмосфера проведения конкурсов в Москве существенно улучшилась в последние годы. Вот конкурсы, которые в последнее время проходили в Москве, они абсолютно академически четкие. Формат четко определен, исхода не знает никто. Вот, значит, ну, так же, вот, скажем, конкурс зарядия проходил примерно по той же процедуре. Никто не знал победителя заранее. Даже между собой, ну, вот, ну, не знаю, проголосуем, не знаю, да, понятно. Вот, значит, в этом смысле Москва очень хорошо двигается к цивилизованному, очень правильному, в очень правильном направлении. Я уже не говорю, что в жюри сидели люди, с которыми, ну, крайне сложно договориться. Он вообще вчера из Лондона приехал, что это самое. Он вообще, ну, понятно, то есть с ними сложно договориться. А русский не говоришь? А русский тоже не говоришь. Ну, там все говорят по-английски, крайне страшно. Вот, значит, и вот если брать вот конкурсы последних пары лет, то в Москве были все урбанистические знаменитости мира в том или ином качестве, в качестве участников проекта. Кстати, вот последний проект был наш отечественный, но все равно в конкурсном жюри сидело очень много авторитетных людей. И музейщиков, и архитекторов, и специалистов по инженерии, и так далее. Вот. Все это происходит очень хорошее впечатление. У меня главный тест еще не выполнен. Вот когда по-честному выигравший проект будет реализован в камне, вот, и когда мы вот это все увидим, и этот проект не будет искажен последующими согласованиями, вот всеми такими вот естественно-житейскими обстоятельствами, вот тогда я буду считать, что мы продвинулись очень здорово. Но пока у меня оптимизма довольно много. Константин, какие вы привели еще примеры честных конкурсов, которые на пользу городу пойдут? Вот сказал Михаил про заряде. Ну, конечно, очень важно, как идут конкурсы. Вот я мнению Михаила Яковлевича не могу не доверять. Но не менее важно, какое, так сказать, техническое задание, какой изначально конкурсантам рисуется коридор возможностей или необходимостей. Вот если техническое задание сделано без учета, ресурс в территории или ее богатство, как бы прекрасно и честно не проходил конкурс, результат все равно может быть плачевен. Я вот об этом подумал, когда услышал про заряде, потому что вот эта вот вся та вот система отделения территорий, которую мы увидели в конкурсе победителей заряде, но ясно было, что она сделана абсолютно, так сказать, без оглядки на историческое прошлое этого района и на его, так сказать, возможные археологические богатства и без изучения каких-то видовых перспектив. Поэтому вот это уже пришлось все, так сказать, как-то пытаться регулировать в процессе дополнительного обсуждения. Я помню, у нас было специальное заседание еще в общественной палате Москвы, где мы говорили о том, что, например, не нужно насыпать искусственную гору, потому что была естественная, а эта новая искусственная гора перекроет прекрасные видовые панорамы на Кремль с Устинского моста и, например, на храмы на Варварке с противоположного берега Москвы реки. И нужно предположить, так сказать, возможность экспонирования каких-то археологических остатков в южной части зарядья. Перед тем, как рисовать, там, предположим, условную тундру или болото надо было задачиться тем, что было там. И не стоит полагать, что по зарядью когда-то текла река не глинная, как было написано на планшете победителя этого конкурса. Но это, я говорю, не в укор, победителям. Они всего этого могут не знать, а вот те, кто делал им условия и техническое задание на конкурс, то, что они вот это все игнорируют. Это ведь не люди, рожденные за океаном, а люди, которые здесь, в Москве, живут и ей управляют. Вот для них это непростительно. То есть, вот там был допущен, но это пока, слава Богу, так как речь не идет о застройке зарядья высотными комплексами, это, в общем, достаточно легко в рабочем порядке отрегулировать так, чтобы, опять же, изначальные идеи были реализованы, и при этом дополнительные какие-то культурные богатства тоже были москвичам предъявлены, и это можно делать. Но лучше, конечно, это делать изначально. Вот что я думаю о конкурсах. Как вы считаете? Ну, Константин очень правильно сказал относительно коридора возможностей, которые должны закладываться в условия тех заданий. Конкурс замечательное дело, но зависит не только от честности его проведения и подсчета голосов, но и от того самого технического задания предварительного. И с Зарядием, ну, честно говоря, меня очень огорчил итог конкурса Заряди, хотя я здесь не могу согласиться целиком с Константином, поскольку все-таки все исторические данные, и Марина Хрусталева была такой замечательный историк архитектуры, и там, ну, и другие ребята вполне цивилизованные, вполне знающие дело, были при составлении этого технического задания, но итог с этой странной затеей показать там степи, сделать там степи, тундру там и что-то еще, ну, в высшей степени странно, странно, тем более, что, уж если, опять-таки, я уже говорил про гигантскую инфраструктуру подземную под храмом Христа Спасителя, а под зарядием она такая же, гигантская, и не задействовать, делая нечто на такой большой территории, 11 гектаров, не задействовать эту структуру, ну, это просто не по-хозяйски, это просто нерационально, это, ну, как-то странно, так что, мне кажется, конкурсы, это очень хорошо, но все-таки хотелось бы, чтобы при вот решении проблем, которые касаются общества, а наследие это то, что принадлежит обществу, и поэтому здесь хорошо бы использовать тот иностранный опыт, когда существует такие, такая практика, когда собирают стариков, ну, вот делают такие, как бы, чаепития для, с видеокамерами, для бывших экспертов, для бывших инженеров, мозговой штурм, мозговой штурм, да, и эти пожилые люди между собой, даже если они уже теперь не члены всяких советов экспертных, но они между собой общаются, и в процессе этого общения выявляются некие вполне зерна, которые можно было бы позитивно использовать, тем более, что идет речь о судьбе, ну, вот того, что принадлежит всем, ну, зарядье, это же интересует всех, и почему, ну, вот я, например, совсем в стороне, ну, хорошо, я не самый там важный эксперт, но все-таки, ну, я больше четверти века занималась, там, был экспертом в области градостроительства, и там, почти полстолетия занимаюсь, ну, попытками сохранения в Москве всяких вещей, ну, опыт большой, и мне кажется, что, ну, вот, игнорирование таких специалистов, как я, например, я прошу прощения, это не из-за нескромности, а мне кажется, это опять-таки не по-хозяйски, ну, ну, как, ну, пока мы еще можем, ну, какие-то вполне разумные вещи говорить, почему бы не устроить вот такой вот стол с чаем, и чтобы видеокамеры фиксировали это то, что мы там, ну, сочтем разумно. А я вот хотел узнать у Константина судьбу того пустыря, который между Москвой и рекой напротив Кремля и площадью Репина, который уже много лет как пустырь, слева от английского посольства. Слева от посольства? Ну, там этот проект между мостом, домом на набережной, да, если смотреть на посольство, то справа, да, а если сзади, то слева. Ну, я могу... Я там тоже побывал в прошлом, и, конечно, это потрясающее зрелище. Прошлым летом мы там походили со специалистами, там растет крапива, там стоят котлованы вырытые еще в середине 90-х годов, в которых теперь такие живописные озера образовались, то есть еще там лет пять, и там уже можно будет делать какие-нибудь экскурсии для охотников или рыболовов напротив Кремля. Но до этого, я думаю, дело не дойдет, потому что этот проект оживает. Представлялись уже градостроительные режимы, регламенты на этой территории, концепции ее застройки, которые, кстати говоря, делал, если меня память не изменяет, тот же самый Григориан, уже упомянутый здесь. Там, в общем-то, вот в этой части острова, именно справа от английского посольства, там, мне кажется, найдено приемлемое решение. Там, во-первых, реставрируются все исторические здания, уцелевшие вдоль Софийской набережной в режиме реставрации. Они сейчас все заброшены, мы прошлись по ним, по всем, конечно, потрясающее впечатление. Напротив Кремля, в центре огромного мегаполиса столицы, мы там встретили сторожа еще, по-моему, трех или четырех рабочих вот на всей этой территории, которые там даже ничего не делали, а что-то там, типа, вот ковыряли, да, или там, не знаю, жалили шашлык, что-то вот в этом духе. И вот этот сторож, управляющий одновременно, вот он сам удивлялся. Вот я тут несколько лет сижу, вот никому ничего не нужно, никто сюда не приходит. Вот это вот напротив Кремля у нас такая вот зона образовалась, благодаря решениям градостроителей Лужковских времен еще. Ну, сейчас-то, в общем, оживает. Там суть концепции, в общем, то, что смотрят в сторону Кремля, реставрируется, а на, значит, освобожденной от строения территории, значит, в таком вот порядке, насколько я помню, поперек этого участка, то есть вытянутой в направлении от Софийской набережной к Болотной, строится несколько корпусов элитного жилья, которые имеют постепенное повышение высоты вот туда вот, в сторону от Кремля, привязываясь по высоте к тому пятиэтажному, кажется, жилому Сталинскому дому, который стоит на углу моста вот, на углу улицы Серымфимовича и Болотной площади. Но мы там долго выверяли визуально-ландшафтные всякие решения, чтобы это, вот, панораму замоскворечье из Кремля, даже оттуда делались прорезь и как-то будет из Кремля сверху выглядеть. Ну, в общем и целом, более-менее нормально это, мне кажется, для этого района нормально. Там был один вопрос с излишней, как мне кажется, высотой здания еще там в квартале левее, на углу с Фалеевским переулком. Но я думаю, это тоже проблема разрешимая. в общем, там более-менее, вот, ну, мне, например, очень понравилось, понятно, что там пустырь не может оставаться вечно с озерами, да, вот, то, что предлагается, вполне приемлемо, мне кажется. Ну, я могу сказать, что этот лакомый участок продавался множество раз в предыдущие времена и австрийцам, и еще там, не буду перечислять, чтобы не ошибиться, курировал это все глава департамента, как-то это называлось, подразделение московской власти, господин Росляк, такой роскошный товарищ, он занимался экономическим блоком Лужковского правительства в течение многих лет, а потом он был сенатором, представлял Москву, я не знаю, что сейчас. Так вот, было акционерное общество, большой каменный мост, и там 10 этажей, ну, в общем, сплошном, сплошная предполагалась застройка этими иностранными фирмами, и поскольку это все покупалось, перепродавалось и так далее, ну, там, по-видимому, не решены эти имущественные были права, отсюда и трава, и крапива, и такое жалкое состояние в течение стольких лет, но, ну, можно же решить, но нужно ли здесь, где главная смотровая площадка страны на Кремль, отсюда, на Кремль, здесь застраивать элитным жильем, по-моему, это просто, опять-таки, безобразие, по-моему, это просто, ну, абсолютная безхозяйственность, ну, все, что здесь напротив Кремля, на главной смотровой площадке страны должно быть отдано интересам туризма, ну, а элитное жилье, это же все закрыто, это же сплошные заборы, сплошные видеокамеры, сплошные охранники будут гонять, там, и сейчас я столкнулся на этой набережной, что нельзя, я с видеокамерой приехал, там, с телевидением каким-то, и нельзя, Сечин запретил, Роснефть напротив Ивана Великого, почему-то Роснефть в доме Бахрушина, который построен для инвалидов и ветеранов и жертв вообще Крымской, ну, Турецкой войны, построено специально дом бесплатных квартир, огромный, теперь там Роснефть, и с огромным скандалом было множество порученцев в самых роскошных костюмах, Сечин, я говорю, кто такой Сечин? Они смотрят туда наверх как на Господа Бога. Сечин запретил снимать Софийские набережные напротив Кремля. А если будут здесь элитное жилье, что? Ну, опять бесхозяйственность, опять уродство какое-то, не могут рационально разобраться, что принадлежит в стране, населению, людям, и как это надо использовать. Ну, это же беда, это же свидетельство огромной, ну, я не знаю, очень тяжелой болезни этой замечательной власти, этой системы охраны наследия. Михаил Блинкин благодарен тем, кто изменил атмосферу архитектурных конкурсов в Москве. Во-первых, это установка мэра, то есть мэр, как и правильно, он бюрократ, он начальник, он не изображает из себя великого урбаниста. Вот Юрий Михайлович был широкой души человека, он искренне считал, что он великий урбанист, великий архитектор, он сам отрисовал башенки и так далее. Вот Собянин, он нормальный чиновник, он в это не вмешивается, и вот я могу свидетель говорить, он в это не вмешивается. И вторая, конечно, фамилия, которая должна быть названа, это Сергей Кузнецов, это молодой главный архитектор Москвы, это успешный, человек из успешного архитектурного бизнеса, вот он был совладельцем мастерской, такой очень раскрученный, он пришел на эту бюрократическую должность, и он относится к тому, что он делает, с огромным интересом, он обладает творческий человек, объедущий полмира, в общем, успешно проектировавший, ему самому интересно, то, что он делает, вот конкретно с именами можно связать. Вопрос Константин, какие еще уголки Москвы нуждаются вот в таком же профессиональном подходе и в проведении конкурсов? В профессиональном все без заключения. Уголки Москвы. На самом деле, вот, мне бы хотелось, ну, может быть, если можно помечтать в конце программы, чтобы мы вообще, так сказать, мышление и намереннее перешли бы от каких-то глобальных проектов вот иногда к простому благоустройству, к облагораживанию городской территории, потому что вот встречаются вот в пешеходных зонах сделаны попытки этого, да, иногда эстетически не совсем, как мне кажется, удачные, где-то более удачные. Но есть какие-то вот такие уголки территории, ну, например, вот вокруг Слободского дворца, вокруг Лефортовского дворца. Когда-то это одна из самых парадных зон Москвы 18 века. стоят роскошные дворцы вот такой вот. Явзо. По Явзо. там бульян по дороге, какие-то клочки проволоки, гаражи, асфальт на улице, значит, как-то лежит за платами, где-то асфальт, там дальше кусок песок, дальше снова асфальт. Вот, вот, как бы вот созидательную энергию городостроителей и архитекторов направить вот в такие вот зоны, в первую очередь, которые нуждаются, да, я уж не говорю про огромное пространство промышленных зон, которые тянутся на целые километры, где за бетонными заборами либо просто пустыри, либо какие-то одно-двухэтажные, какие-то сараи, мастерские склады, неизвестно чего, это занимает огромный процент городской территории, а вот идет тем временем битва за центр, где выгрузается иногда историческая застройка. Вот, если говорить, продолжить тему Софийской набережной, меня, вот, честно говоря, гораздо больше волнует другой проект, который слева от английского посольства, прилегающих на Скворецкому мосту. Там, где тоже пустырь остался с Лужковских времен, и этот проект тоже оживает, но в отличие от концепции Григоряна, там вот те проектные картинки, которые я видел. Царевский сад назывался раньше? По-моему, да. Кажется, там все были какие-то сады. Вот прежний проект там уже оставлен, но там проектируется что-то вот какое-то нагромождение объемов, вот такой вот бросающиеся глаза, причем это будет в одной видовой панораме с Кремлем, уж так, чего говорить-то, плюс еще какая-то такая, я бы сказал, ну, курортная архитектура, то есть вот что-то типа вот каких-то кавказских здравдец черноморских перенесенных на Москву реки. Там не украшает и новое здание Центробанка, вот это полукруглое. Ну, этого в чего говорить, главное, так сказать, новых... И тоже Воронцов. И Балчик, Кемпинский, и Нишидевр. Да, это все Воронцов, Колосницын и Воронцов. Постарались до нас, что называется, но как-то вот новых монстров добавлять к этой гамме, ну, совершенно... Вот, скажем, этот проект я бы тоже подверг какой-нибудь процедуре, вот обрисованной Михаил Яковлевичем честного архитектурного конкурса и так далее, и так далее. Вот этот участок ответственнейший. Да. Ну, вообще все напротив Кремля, ну, надо совесть иметь, чтобы вот просто неизвестно почему какому-то третьестепенному автору, ну, мастерской какой-то по каким-то там решением отдавать территорию прямо напротив Кремля. По-моему, это бред, это все-таки проявление предельной бесхозяйственности наших, всей системы нашей власти. Просто предельная. Столица такой страны и в таком ужасном состоянии. и главное, что сама система вот мониторинга ну, просто из рук вам плоха за этими драгоценными землями, за этим драгоценным наследием. И это просто необходимо ревизия. То, что говорит Блинкен правильно, ну, слава богу, конкурсы это хорошо, но все-таки, все-таки, не должно быть напротив Кремля, чтобы проектировали какие-то случайные люди. Ну, во всяком случае, без настоящего конкурса. Ну, это же принадлежит всем нам. Это же наше общее национальное достояние. И то, что это национально на этой территории проектирует вот такой слабый, ну, просто абсолютно третьестепенный архитектор, как Вячеслав Осипов, ну, мне кажется, это просто преступление. Да, может быть, новый состав Мосгордумы что-то изменит. Да, ну, что вы. Сомневаетесь, да? Ну, там же 13 лет эти самые москвины Тархановы и Ивана Новицкие, они, они, один физиолог, другой микробиолог, они 13 лет возглавляют комиссию по градостроительству и по перспективному развитию Москвы. И они вполне считают себя прямо за корифеями. Они являются на архитектурные советы и начинают, открывают рот и такой понос словесный. Почему мы должны это все выслушивать? Черт что? Ну, что ж, у нас подзаголовок был такой, когда прекратится зачистка архитектурного наследия, как вы считаете, Константин, скоро? Ну, я думаю, что попытки будут продолжаться всегда, до тех пор, пока это наследие существует. Здесь, помните, из фильма, который теперь признан называть культовым, после ограбления в Большом театре, Жеглов, говорит, Шарапову, или кому-то, вернее, говорит в телефон, что-то им ответь, что уровень, так сказать, правозащиты в государстве зависит не от количества преступлений, а от способности власти их пресекать. Вот и уровень и сохранность наследия у нас зависит именно от этого. Не от количества попыток, а от способности власти их останавливать. тогда отложим последнее слово. Но ведь вместо охраны у нас программа 200 храмов в обязательном порядке на особо охраняемых природных территориях. Да, мы ее обсуждали с Константином. Напомню, что нашими гостями были Алексей Клименко и Константин Михайлов. В эфире «Радио Свобода» была программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.